Летом в детской поликлинике на Курчатова начался ремонт. Рабочие реконструируют заднее крыльцо, чтобы обеспечить доступ маломобильных граждан. Расширяют центральный вход для разделения потоков. Также будет закрыта колясочная, чтобы туда не попадали снег и дождь. Сроки окончания работ – это декабрь этого года. Здесь еще планируется ремонт именно здесь, входной зоны. Перенос гардероба, отделение картохранилища, стойка регистратора немножко другая. Ну, зона ожидания. Проект не ограничивается только ремонтом входной группы, доступностью среды для маломобильных граждан. Основной акцент делается на профилактическое направление. Оно достаточно уникальное в системе ФМБА. Центр здоровья детей, который расположен на данной базе, он попал в проект. В этом проекте выстраиваются новые процессы, производится в том числе перенос в помещение, чтобы создать отдельный блок, для того, чтобы вся профилактическая направленность работы детской поликлиники была сгруппирована. Работа в Центре здоровья близится к завершению. В ближайшее время начнется монтаж оборудования. В сентябре здесь возобновят прием пациентов. Все будет полностью новое, плюс добавят обследование глаз. Также в детской поликлинике работают над оптимизацией выдачи медицинских справок здоровым детям. Теперь выдача справок здоровым детям будет оформляться через голосовой помощник, через чат-бот. В процессе сейчас разработки данной программы мы будем ее тестировать, смотреть, где у нас нужно еще оптимизировать данный процесс. Поэтому теперь это будет объединение со взрослыми пациентами. Речь идет о выдаче справок на санаторную курортное лечение или спортивную секцию, направление на соскоб для бассейна. То есть теперь родителям не нужно будет сидеть в очереди, а потом ждать, пока пятиатр заполнит все бумаги. Достаточно позвонить в единую справочную службу, ответить на вопросы голосового помощника, а затем забрать документы, когда они будут готовы. В полную силу проект заработает после тестовых испытаний в середине сентября. Также на встрече Игорь Лашманов поделился с журналистами долгожданными новостями. Штат клинической больницы номер 50 пополнился 8 новыми специалистами. Часть врачей уже приступила к работе, часть начнет прием в сентябре. Один врач-участковый терапевт, два врача-участкового педиатра, врач-травматолог в детскую поликлинику уже приступил к работе на этой неделе. С 1 сентября приступает к работе врач-акушер-гинеколог в радиоакушерское отделение. Уже работает в первой поликлинике врач-офтальмолог. Приезжает врач-невролог в поликлинику. И врач-хирург тоже с 1 сентября приступает к работе в хирургическом отделении. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.